сегодня я вам расскажу об истории развития геометрии и на самом деле о том к чему это развитие привело и как это используется в современной науке но прежде я скажу несколько слов о том что было вот на этом слайде вы можете видеть например простейший инструмент который по всей видимости использовался когда люди строили пирамиды вы конечно знаете теорему пифагора но и в те времена тоже и и знали и вот если вы возьмете вот такую веревочку на которой определенное число одинаковых отрезков то вот используя теорему пифагора то есть если построить вот эту веревочку так растянуть ее чтобы вдоль одного катета было три отрезка в другого 4 то соответственно гипотенуза будет 5 отрезков длина соответственно будет 3 плюс 4 плюс 5 и вот такой инструмент мог бы наверное использоваться для построения этого самого прямого угла если разумеется вы эту теорему знаете я надеюсь что тогда и тоже знали использовали например для измерения площадей как вы знаете нил разливался и площади каждого году надо было делить по-новому но для того чтобы это делить там узнать сколько кому досталось какая площадь вот люди придумали например вот так такой вот вот эта наука она позволяла и мы это делать то есть если вы знаете вот вы можете первая картинка показывает как можно посчитать площадь прямоугольника со сторонами а и б если конечно вы знаете то то есть вы эта площадь этого треугольника можете выразить в площадях вот такого маленького квадратика ну соответственно если этот прямоугольник разбить на два одинаковых треугольника тут легко понять на правой картинке что это два одинаковых треугольника, то, соответственно, площадь такого прямоугольного треугольника будет половиной площади прямоугольника. Ну а из двух прямоугольных треугольников с помощью суммы или разности можно посчитать площадь достаточно произвольного треугольника, а площадь многоугольника можно разбить на треугольники и, в общем, соответственно, посчитать площадь этого многоугольника. Таким образом, задачу о вычислении площадей таких многоугольников люди научились решать достаточно давно. Кроме того, существовала формула для приближенного вычисления площади круга. Одна из таких формул была видна вот тут сверху, когда у вас площадь этого круга равнялась 8 девятых в квадрате на диаметр в квадрате. Сейчас-то мы знаем, что эта площадь есть π на 4 на d в квадрате, где d — это диаметр. Но, в общем, вот это соотношение 8 десятых и число π, они достаточно близки между собой. 8 девятых — это то самое число, которое приблизительно позволяет посчитать это π. То есть приближенно-то формулу люди могли получить и использовать ее для практических нужд. А другое дело, что была проблема с понятием доказательства. То, что видно здесь, это была приблизительно такая картинка, была нарисована на стернах одного древнеиндийского храма. И доказательство сводилось к слову «смотри». То есть вот такой круг разбивался на сектора. Эти сектора соответствующим образом составлялись. И если вот этот угол, на который разбивался угол сектора, делать достаточно маленький, то фигура справа приближалась к прямоугольнику. Ну а площадь прямоугольника мы знаем. Это высоту умножить на ширину. И, соответственно, вот та формула, которую вы можете видеть, что площадь прямоугольника равняется радиусу вот этой окружности на длину окружности пополам, она и сейчас справедливая. Это правильная формула. То есть такую формулу можно было получить, исходя из вот таких рассуждений. Другое дело, можно ли верить в слово «доказательство»? И что такое «доказательство»? Это было проблемой в те времена. И известно, что вот фраза «смотри» — это не всегда отображает истину, потому что существуют так называемые геометрические иллюзии. На картинке справа вроде бы кажется, что человек стоит на бутылке. Но мы понимаем, что это не так. На картинке слева вот эти линии, которые разбивают этот квадрат, они кажутся не параллельными. На самом деле параллельными, если вы приглядитесь, это действительно так. То есть верить в то, что нам кажется, не всегда бывает верно. И поэтому, вообще-то говоря, существовала проблема, как доказать верность того или иного утверждения. И что означало это понятие «доказать»? Первый, говорят, идею этого предложил Аристотель. Однако реализовал ее Евклид. Собственно говоря, вот эта книга Евклида, вернее, «13 вклик», сейчас бы их называли главами, но тогда это называлось «13 вклик». Идея их работ состояла в том, что Евклид выдвинул некоторые утверждения, в которые все верили в качестве того, что мы сейчас называем аксиомами. Ну, Евклиды они назывались аксиомами и постулатами. И основная идея состояла в следующем. То есть какие утверждения выбираются в качестве таких аксиом и не доказываются, а все остальное извлекается из них с помощью логических рассуждений. И вот это, собственно говоря, и породило первую науку, диаметрию. И вот все в ней строилось именно таким образом. Что-то бралось без доказательств, и называлось аксиома, а все остальное выводилось. Другое дело, что аксиоматика Евклида была не совсем совершенной. Каких-то аксиом не хватало, их потом добавили. Какие-то аксиомы были лишними. Вот если вы посмотрите на последний, пятый постулат Евклида, он выглядит достаточно громоздко. И в силу того, что, во-первых, он появился, достать в этих 13 книгах одним из последних. Кроме того, он был громоздкий. В общем, люди предпринимали очень большие попытки доказать этот пятый постулат, исходя из остальных аксиом Евклида. Со временем этот пятый постулат переформулировали. И вот в школьных учебниках этот постулат заменил аксиомой параллельности. В таком виде вы, наверное, знакомы с этим утверждением. Попытки доказать этот пятый постулат предпринимались достаточно давно, и их было очень много. Вот вы видите на этом слайде, что начиная с первого века до нашей эры такие попытки предпринимались. Казалось, что уже успех достигнут. Но рано или поздно выяснялось, что нет, это не совсем так, что при доказательстве этого пятого постулата человек, который доказывал, вводил некоторое другое утверждение, которое в некотором смысле этот пятый постулат заменяло. И такие вот утверждения, которые заменяют утверждение, например, пятый постулат, называются эквивалентными. Эквивалент этого пятого постулата, так сказать, предлагался, и с помощью него вот этот пятый постулат доказывался. И в результате, ну, например, эквивалентом пятого постулата является аксиома параллельности, которую мы видели на этом слайде. Так вот, в результате пятый постулат доказать не удалось, хотя некоторые люди, например, пытались доказать от противного, предполагая, что это противоположное утверждение, а противоположное пятому постулату Эвклида или аксиоме параллельности утверждения, это вот то, что сейчас называют аксиомой Лобачевского, то есть через точку внепрямой на плоскости проходит более одной прямой, не пересекающей данную. Так вот, Лобачевский тоже принял участие в этой деятельности, и, судя по всему, он был одним из первых, кто понял, что, предположив вот такое противное, прийти к противоречию нельзя, и он осознал, что это действительно так, и это означает, что помимо Эвклидовой геометрии существовала еще одна геометрия, которую теперь называют геометрией Лобачевского, и это был большой шаг на пути развития геометрии. Люди со временем поняли, что вот, да, вот здесь показаны утверждения, некоторые утверждения, некоторые аксиомы, которые являются различными в геометрии Лобачевского и в геометрии Эвклида. Ну, например, в геометрии Лобачевского сумма углов треугольника меньше двух прямых, а в геометрии Эвклида, как вы знаете, оно равняется двум прямым. И, в общем, такая наука появилась, хотя она вызывала некоторые отторжения. Известно, например, что Гаусс, Астроградский написал разгромную, так сказать, отзыв о такой геометрии. Хотя мы теперь знаем Астроградского как великого ученого, но, тем не менее, он такой отзыв сделал. Кроме того, как известно, помимо Лобачевского в этой же области работал вот великий Карл Гаусс и Янас Баяи, венгр, который тоже опубликовал одну работу в некоторой книжке, в приложении к книге по математике его отца. И сейчас, в общем, венгры считают, что Янас Баяи тоже был человеком, который открыл вот эту неевклидовую геометрию, которую сейчас называют геометрией Лобачевского. Но, судя по всему, Лобачевский, во-первых, и опубликовал раньше, и работ было больше. Он публиковал на немецком языке свои работы. Тем не менее, в те времена люди не могли так, как сейчас по интернету, быстро узнавать результаты друг друга. Поэтому понятно, что Янас Баяи, например, о трудах Лобачевского мог не знать. И, скорее всего, не знал. Точно так же, как и Лобачевский о трудах Баяи. Поэтому сказать, что вот один первый, другой не первый, наверное, сложно. Другое дело, что Лобачевский принял, конечно, гораздо больше усилий вот в этом направлении. Как понять геометрию Лобачевского? Это достаточно сложно, казалось бы. Но люди со временем разобрались. И вот для того, чтобы понять, что это такое, надо понять, что такое прямая линия на плоскости. Прямая, как известно, задает кратчайшее расстояние между двумя точками. Но если речь идет, например, о сфере, то кратчайшим расстоянием между двумя точками будет уже не прямая, дуга большой окружности, которую люди стали называть геодезической линией. Ведь рассматривать можно не только сферу, а любую другую поверхность. Так вот, со временем, что такое, например, параллельные прямые на плоскости? Те, которые не пересекаются. А на сфере локально, вот на левом картинке, такие линии действительно, геодезические линии или аналоги прямых на плоскость, они вроде бы не пересекаются. Но на сфере не существует таких, в кавычках, прямых или геодезических линий, которые не пересекаются. Любые линии будут пересекаться на сфере. И в этом смысле все зависит от того, какая поверхность. Если это плоскость, то там, да, там справедливо этот пятый патулат эвклида или аксиому параллельности на сфере. Если заменить слово прямое на слово геодезическое, то это утверждение в принципе не верно. То есть через точку вне прямой на сфере не существует другой прямой, которая данную прямую не пересекает. И, в общем, вот когда люди это поняли, то они догадались, что геометрия Лобачевского это геометрия на поверхности, которая так называется псевдосфера, сделал это бельтрами. И вот геодезические линии или аналоги прямых на плоскости это вот такие линии, которые здесь отображены. И да, действительно, через точку вне прямой на вот этой псевдосфере проходит, вообще говоря, бесконечное множество вот таких геодезических, которые не пересекают данную геодезическую, что, собственно говоря, отражено в геометрии Лобачевского. Ну а сумма углов треугольника меньше двух прямых. И для любого фактически треугольника, который здесь можно нарисовать. И поэтому вот такая модель плоскости Лобачевского, она объяснила людям, что да, действительно, геометрия Лобачевского верна, имеет значение. И вот критика в этот момент, конечно, совершенно утихла. Были и дальнейшие развития геометрии в этом направлении. Вот такой человек как Римман, он построил геометрию не сферы, не псевдосферы, а произвольной поверхности. И даже не поверхности, а какого-то кривого трехмерного пространства. Ну вы можете себе представить, прямая, есть прямые линии, есть кривые линии. Есть плоские поверхности, есть кривые поверхности. Есть плоские трехмерные пространства, которые вы изучаете в стереометрии. Есть кривые трехмерные пространства, которые вот можно себе мыслить. И когда Эйнштейна познакомили с геометрией Риммана, которую он развил для кривых двумерных поверхностей и для кривых трехмерных пространств, а может быть четырехмерных, десятимерных и так далее, на самом деле в геометрии Риммана это совершенно не важно, то Эйнштейн, используя вот эти знания, построил вот эту свою общую теорию относительности, которая совершенно была людям необходима, потому что существовавшая до того теория гравитации Ньютона, она описывала гравитацию как некоторую силу, которая распространяется с бесконечно большой скоростью. То есть если вы одну массу сдвигаете в сторону, то на бесконечности об этом другая масса почувствует сразу. А поскольку в специальной теории относительности было уже в тот момент, в 1905 году показано, что не должно существовать сигналов, которые передаются со скоростью больше, чем скорость света, перед людьми стала проблема построить такую теорию гравитации, в которой вот этот гравитационный сигнал передавался со скоростью, не превышающей скорость света. И вот Альберт Эйнштейн, используя вот эти знания о риммановой геометрии, он сумел построить такую теорию, и гравитационное поле в таком теории, это на самом деле описывалось искривленным четырехмерным пространством-временем. То есть помимо трех пространственных координат, в эту теорию совершенно на тех же самых основаниях включалось еще и время, и такое четырехмерное пространство было искривлено, описывалось вот этой риммановой геометрией. И вот на этом основании Эйнштейн построил общую теорию относительности. Хотя тут тоже надо сказать, что Эйнштейн в этой области работал не один, но слава создания теории принадлежит именно ему, поскольку он сам в конце концов первый выписал уравнение такой теории. Появились очень интересные в рамках такой теории, теории относительности Эйнштейна или релятивистской теории гравитации, появились объекты, которые мы теперь знаем как черные дыры. Если уравнения общей теории относительности были выписаны в конце 1915 года, то уже в 1916 году такой ученый как Шварцшильд написал вот такое решение, которое описывало черную дыру, и которое обладает вот такими очень экзотическими свойствами. То есть для того, чтобы на месте Земли образовалась черная дыра, нужно сжать эту материю до размеров порядка горошины. То есть это достаточно плотная-плотная материя, чтобы тогда образуется черная дыра, про которую известно, что свет оттуда не может выйти. Сейчас мы понимаем, что, например, в центре нашей галактики находится черная дыра, это скорее всего действительно так. Мы видим, как звезды некоторые вращаются вокруг центра этой галактики, центр нашей галактики. Такую информацию мы получаем со спутников. И, в общем, мы считаем, что да, действительно, в центре нашей галактики находится черная дыра, очень массивная. И поэтому наша галактика вот такая неразлетающаяся, вот звезды вокруг нее, они не разлетаются, а вращаются вокруг центра этой галактики. Если общая теория относительности была построена в конце 15-го, в начале 1916-го года, то ее подтверждение, первое подтверждение, было сделано достаточно быстро. То есть в 1919-м году люди обнаружили отклонение света в гравитационном поле Солнца. Для этого были проведены наблюдения в Чили. Когда было в Чили солнечное затмение, то вот звезды, которые, так сказать, свет от которых шел рядом с Солнцем, закрытым Луной, вот люди померили вот такое отклонение, и это было явное подтверждение общей теории относительности. Это был ее триумф, люди в нее поверили. Эта теория дала массу других результатов, которые вы, например, можете видеть на этих картинках, и они все тоже связаны с отклонением света в гравитационном поле. Ну, уже может быть не Солнце, а Галактик. Такие картинки мы тоже можем наблюдать. А здесь видно, как черная дыра проходит через вот такой объект, пыль, и видно, как изображение искажается. Это компьютерное моделирование. Кроме того, достижением общей теории относительности было построение так называемой теории эволюции Вселенной. Первый результат в этом направлении получил Александр Фридман в 1921 году в Холодном Петербурге. Им была сделана работа, напечатанная на немецком языке, и которая говорила, что наша Вселенная расширяется. Вот это был такой результат. То есть сам инстинкт стремился к результату, который говорил, что Вселенная статична, она не меняется. Ну, действительно, в те времена люди смотрели на звезды, звезды никуда не сдвигались, не относительно друг друга, и поэтому касалось, что решение должно быть статичным. Ну, а вот Фридман получил решение, в котором все должно расширяться. И этот эффект действительно был обнаружен. Он был обнаружен в 1924 году Хабблом. Ну, это было начало таких наблюдений. На самом деле они длились несколько лет. И люди поняли, что вот есть некоторые объекты, которые выглядят даже в телескоп, как некоторые облачка, такие размазанные. Но, тем не менее, оказалось, что они удаляются от нас. Причем, чем дальше они находятся, тем быстрее они от нас удаляются. И это вот такие наблюдения, они аналогичны тому, как, например, инспектор ГИБДД измеряет скорость движущегося автомобиля. Вот аналогичные наблюдения только с помощью телесков позволили людям понять, что галактики, они друг от друга удаляются. Причем скорость их удаления, она зависит от того, на каком расстоянии эта галактика находится. И, в общем, это было подтверждением общей теории относительности. Тоже, хотя и в теории гравитации Эйнштейна аналогичные результаты тоже можно получить, но здесь вот это было явно продемонстрировано. Кроме того, было получено принципиально три разных решения. Такое вот справа сверху вы видите решение в виде сферы, в виде седла и в виде плоскости. Это так называемая замкнутая Вселенная, открытая Вселенная и пространственно-плоская Вселенная. Вот такие решения были получены. И, на самом деле, какая модель реализуется, зависело от того, какая плотность вещества во Вселенной. Если она больше критическая, то Вселенная получалась замкнутая, если меньше критическая, то вот такое, как седло, но если равнокритическая, то вот такая, как плоскость. Тут сразу следует сказать, что современные наблюдения показывают, что вроде бы Вселенная близка к той, которая пространственно-плоская. Но, тем не менее, видимого вещества в такой Вселенной достаточно мало, порядка четырех процентов. Это вот то, что находится в звездах или в пыли, которая между звезд находится. Большую часть материи во Вселенной мы, судя по всему, не видим. Причем мы не судя по всему, а мы точно не видим. Часть этой материи – это так называемая темная материя, про которую люди теперь философствуют, и это порядка 24-26 процентов. Ну, а большая часть, порядка 69-70 процентов – это так называемая темная энергия, это некоторое экзотическое вещество, которое обладает, ну, например, отрицательным давлением. Что, собственно говоря, и приводит к тому, что наша Вселенная не просто расширяется, а расширяется с ускорением. Что, в общем, тоже было наблюдено, и за это была получена Нобелевская премия. Так вот, наличие такой экзотической материи, оно в рамках теории относительности существовать не может. И поэтому люди стали пытаться построить даже не теорию гравитации Инстейна, некоторым образом ее модифицировать, чтобы понять, вот, что это за такое, что это за экзотическая материя в рамках, вот, на самом деле, как вы уже понимаете, такой геометрической теории, поскольку общая теория относительности, она построена на основании риммановой геометрии, ну, а, соответственно, ее обобщение или модификации также, как правило, строится именно на этой риммановой геометрии. И, в общем, может оказаться, что вот эта экзотическая материя, это не просто материя, а это просто изменение некоторой теории гравитации, ее модификации, геометрическая модификация, в которой, собственно, никакая материя и не нужна. Вот такая экзотическая материя может приводить к тому, что образуются такие экзотические объекты, которые сейчас называют кротомовыми норами. Журналисты любят название «чревоточина», но ученые почему-то используют слово «кротовая нора». По-английски это звучит как «wormhole». Если дословно перевести, это «дырка от червяка в яблоке». Так вот, такая кротовая нора — это в некотором смысле некоторая ручка, соединяющая либо разные вселенные, либо удаленные части одной вселенной. И может так оказаться, что пройти вот по такой кротовой норе из одной точки в другую может оказаться достаточно быстро, и путь будет оказаться намного медленнее, чем если двигаться не по ней. И это, собственно говоря, ученых и привлекает. Однако существование таких кротовых нор связано с тем, что вы должны откуда-то взять вот эту экзотическую материю с отрицательным давлением, который такую кротовую нору будет поддерживать. В рамках общей теории относительности это в принципе невозможно. Может быть, такие объекты не существуют и в других модификациях общей теории относительности. Но хотелось бы. Тогда вот здесь вы можете посмотреть. И, собственно говоря, вот это и есть та самая замечательная картинка, когда вы с работы на дачу можете попасть достаточно быстро, не используя автомобиль, автобус или еще что-нибудь, добравшись через кротовую нору туда, куда вы хотите. Другое дело, как ее построить, допускает ли даже модификация общей теории относительности существования таких экзотических объектов, это большой вопрос. Вы можете поиграться с проходом через кротовую нору, пройдя вот по ссылке, которая указана здесь ниже. Эту программу создали люди, которые снимали фильм «Интерстеллар». И там есть вот такой движок, где вы можете, нажимая клавиши вправо-влево-вперед-назад, вы можете продвинуться и посмотреть, что бы вы видели, если бы вы прошли вот через кротовую нору. Ну, а на этом я бы хотел закончить эту лекцию. Спасибо за внимание. А в качестве рекомендации я советую вот почитать ту книжку, которая здесь указана. Она в свое время очень сильно вдохновила меня на занятия наукой, чего и вам желаю. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok